Добрый день, я всех приветствую из студии Укралайфтв и в предпраздничные дни последние апреля не мог не пригласить в студию Дмитрия Кирчинского. Приветствую, Дмитрий. Витаю. Спасибо, что пришли к нам. Ну и сразу к праздникам, Дмитрий. Вот я, думая о событиях прошлого года, 9 мая, особенно не первого, девятого, позапрошлого и так далее, все эти четыре года, которые у нас, в общем-то, продолжается война и жертвы, которые еще не до конца подсчитаны, они, кстати, там прибывают. Хочу начать с вопроса, что для тебя сегодня настоящий, может быть, подлинный украинский праздник и как ты относишься к праздникам, которые по инерции или как-то иначе, как историческую традицию продолжают праздновать не только в России, но и в Киеве и в Украине. Это традиционная религия, не святая, они являются правильными святами. Різдво – перемога над небуттям, и Великдень – перемога над смертью. Такие вот два фундаментальных свята людства. А вот все, что нам залишилося спадок по Радянскому Союзу, это, по-засумнему, погано. Во-первых, это алогично, то есть у нас большая количество абсурда в стране, что само по себе погано. И 8, и 9 травня – это абсурдистские даты. Ни 8, ни 9 травня, как мы знаем, не закончилась Друга святая война. Вона продолжалась, еще война с Японией, продолжили гинути люди. Для украинцев она точно не закончилась. Больше того, эта война не закончилась для Радянского Союза. Радянский Союз официально вышел из войны с Німеччиной решением Президії Верховной Ради Радянского Союза в 1955 году. До этого формально, с точки зрения законов Радянской державы, эта война продолжалась. 9 травня – это абсолютно фейковая дата. 8 травня для Евросоюза, я понимаю, что, возможно, для прихильников уряда Виши у Франции или каких-то бельгийских коллаборантов, возможно, 8 травня что-нибудь означает, что оно означает для нас. И почему это свято? Чем замена одния оккупации на другую – это святковая? Радянская оккупация явно принесла больше жертв, чем нацистская. Была, как минимум, не кращая, чем нацистская. В этом смысле нам святкувать измену оккупации не выпадает. Кращая часть украинцев продолжила войну. Продолжила до начала 60-х. Певною мірою Друга святковая война для нас не завершена и доси. Адже Москва досі продолжает воювати Другу святковую войну. Саме так вона это трактует. То есть, что мы святкуем, не понятно. И почему это святкувать? То есть, и 8, и 9 травня нужно прибраться и забыть. Это должны быть будние дни, в которых нужно работать еще больше, чем обычные будние дни. Ну, вот всякий раз мы видим, как откликается наш президент, первую очередь, на события, имеющие отношение в том числе и к советской истории, но и историографии. Скажем, годовщина очередная Чернобыля. Насколько он выступал, и снова поднимается вопрос в Верховном Совете о льготах чернобыльцам, их детям, о возвращении этих льгот. Вот такие праздники, которые тоже связаны с какими-то трагическими датами, и в то же время почему-то на это обращают внимание глава государства и обращают наше внимание, чтобы концерт был прекрасный около речного вокзала. Ну, это не то, что свято, мабуть, так? Ну, чернобыльские дни. Это сумная дата. Да, это сумная дата. Поза сумнюванием, что президент рассчитывал на какие-то голосы, и голосы, в первую очередь, тем, кому за 60. И, само собой, он должен обратиться внимание на такие вещи и подживливать эту строю. Скажем, долгие и долгие десятилетия пропаганды нам подживливали эту тему чернобыльскую. Она, правда, важливая. И, правда, много людей постраждало. И, правда, бюрокрация должна нести певные обязанности перед теми людьми, которые постраждали. То есть все это должно иметь место. Больше того, Чорнобильский вибух – это знаковая подия в истории Украины. Адже чем Украина, скажем, известна в истории Европы, например. Какими речами? Это чума 14-го столетия. Вона началась с истории Украины. Да, меня знали. Да, да. Януэсси привезли из Крима чуму в Европу. И европейская чума 14-го столетия. Половина населення загинула Европой, вважается, в этой чуме. В том числе, что очень интересно, и очень много это влияет на историю мистецтва. Например, итальянский живопис бурхливо развивался до середины 14-го столетия. Потом перерывается. И, в определенную мировую, процесс начинается, вроде, с начала. Вот много видатных митцов, брати Лоренцетти, например, Симона Мартині, вот они все погибли в этой чуме. Тобто, от безлеч итальянских митцов, от этого початка Ренессанса, от середины 14-го столетия все отрезается и дальше начинается новый процесс уже. Ну, меньше с тем. И вот Украина дала свиту чуму 14-го столетия. Это наибольшая чума и наибольшая такая хвороба, мабуть, в истории людства. Такая вот массовая пандемия. И Чорнобиль. Тобто, двое таких знаковых событий, и мы должны их вспомнить, хотя бы потому, что это по-справжнему исторические события. Я не могу не упомянуть и не спросить тебя, кроме того, что все-таки киевляне дождутся нормального проката твоего фильма. Тоже такого нашего украинского фильма. Я имею в виду посттравматическое рапсуде. Это будет же 3-го, 4-го. Это с 3-го числа. С 3-го начинается прокат в столицу Украины наконец-то. В кинотеатре Киев, да? Еще ведь лекции, если говорить об искусстве, о живописи, о возрождении, об итальянском искусстве. Карчинского где-то можно послушать. Вот просто сейчас ты скажи, чтобы те, кто интересуется, запомнили. Так. Я час от часа читаю лекции из истории и мистецтва. Их час от часа можно слушать. Это бывает в разных местах. Вот с последним часом есть примещение в Мариинском парке. Опен-эйр прямо на лавочке? Нет, нет. Это примещение. Это комфортно. Это ресторан, цыганский ампир. Все по-справжнему мистецкие языки примещения. И после свят они восстановятся эти лекции. Но это платные лекции, да? Или так пока? Нет, нет. Это безкоштовно. Это, так бы говорить, мой подарок месту и свиту. Да, городу и миру. Один только вопрос. Из чумой, которую Украина туда, ну из Украины, из украинского Крыма она туда пошла, я бы сказал так, да? Джотто, то как он? Он не попадает в эту концепцию? Джотто помер раньше. Да, да. Но его это не коснулось. И можно сказать, что это все-таки проталансанс? Ему не поталанило, померте от чумы. Просто обычно во всех музеях Ренессанс начинают с него описывать, да? А были еще там фигуры, которые не менее значительные, на которых все это прекратилось? Нет. Нет. Позасумнюваем, что Ренессанс начался не с Джотто. Ренессанс в Азаре так широко впровадив это понятие. Это итальянский метец из середины 16-го столетия, который прославился не столько своими работами, но хотя бы у него есть интересные работы, сколько... Лежки. Он начинает с Чимабоя, натурально. Да, кажется, с Чимабоя. Он начинает с 13-го столетия. Для Вазаря Ренессанс начинается в 13-му столетии. Это значительною мировой правда. Адже европейский живопис, как специфический жанр, народился именно в 13-му столетии в Певничной Италии. Никто бы не мог подумать, что именно там он народится. Это в узком смысле. Итальянский Ренессанс – это середина 13-го столетии. Но чем больше мы узнаем, чем больше мы проникаем в историю культуры, тем дальше мы для себя отсылаем Ренессанс в широком смысле слова, как отроджение мистецтва, отроджение культуры и света после темных временов. А когда же были эти темные времена? На мой взгляд, темные времена на самом деле, если так брать, это 7-8 столетия. Бурхливый культурный процесс с очень интересными новыми явлениями до конца 6-го столетия тривался. С по-справедними революционными очень интересными вещами. 7-8 столетия для всей Европы, от Черного моря до Ангелии, это 7-8 столетия – это темные времена. Но уже на начале 9-го столетия начинается правильное отроджение из интереса до Античности. То, что пишет Вазарий, он относится до 13-го столетия. По-справедньому это 9-го столетия. Это Македонский ренессанс в империи Ромеев и Каролинский ренессанс в Западной Европе. Очень интересные события. И опять же, это вибухоподобный развитие мистеца уже в 9-ом столетии. И думки, и архитектуры, и смыслов, и всего на свете. Я мог бы прочитать небольшую лекцию на 5-е. Заслушался. На сколько на 5-е? Тогда продолжай. Это правда очень интересно, потому что я одно вспомнил, главное, потому что думаю, как чума. И Джота не коснулась. Все-таки он в музеях, начиная с официй. И где-то там еще можно смотреть все-таки на это. Наверное, в Подове, в Подуе тоже фресочки. А еще десятки имен, которые ты знаешь, о которых ты не просто говоришь, а иллюстрируешь. Каким-то образом всегда у тебя на Фейсбуке просто раз и отрабь берет. Где-то нашел карченскую картинку. Но возвращаемся к празднику. Потому что эта тема не столь радостная. Почему я вспомнил о явлении России еще на чернобыльских днях? Во-первых, потому что Чернобыль, это реплика, не знаю, как для тебя. Кстати, что ты делал в 86-м году? Ты был в Киеве? Я был в Радянской армии. Все-таки ты был в Радянской армии. И тогда часть людей из моего полка уехала в Афганистан. Частина на Чернобыль. Я хотел в Афганистан. Або в Конго. Теж можно было потрапить. И мне не поталанило. Вот я так тут рвался. Но, как я там, мабуть, был в полку не совсем благонадейный. Посмотрели, спросили, твой билет партийный. Или там какой-то кандидатский был такой билет. Или какой-то комсомольский находок. Нет? Ничего, у Карченского не оказалось. Его оставили в полку. Может, хорошо. Но я просто помню, что вот эти все страхи в городе, которые сейчас мифологизированы. Что тут просто страшнейшее преступление Щербицкого. Который там выгнал на Крещатик. Ну, тогда еще на Майдан. На площадь активской революции людей. Вот они шли перед этими партийными бонзами. И облучение, и радиация. Все эти там облака, невидимые на них. Вот как-то эманировали там, сгущались. На самом деле, в городе была такая полупаника. Кстати, есть неплохой, ну как он уже такой полузабытый фильм. Одного из директоров нашей студии, Довженко. Сейчас мы вспомним, по ходу, кого. Он так и называет «Чернобыль». Там вот хорошо снят на вокзале, как люди уезжали. Но была часть вот такой публики, как мы, студентов. Которые также ездили в троллейбусе. На них кричали, что мы закрывали эти крышки. Также в гидропарке беспечно играли. Какой-то пляжный волейбол. И, в общем-то, так не суетились. И я никуда не уезжал из Киева. Никуда не бежал. Может, это была какая-то юность. И мне кажется, что до конца не объяснено. Все-таки, что это за влияние на людей. Кто по-настоящему пострадал. Что там за поколение мутантов родились после этого. Я говорю о зверях, конечно. Может быть, не о людях. И вот эти все новостелы, которые там прожили в зоне отчуждения эти годы. То есть, какой-то остается привкус все-таки мифа. Ну, ясно, что те, кто там сразу бросились на графит, они и погибли. Важно сказать. Я думаю, что где-то, возможно, кто-то собирается в статистические данные. Ну, ты веришь в чернобыльский вот такой флер? Ну, страшная эта трагедия, масштаба чумы, ты сказал. Я думаю, что так, что все-таки это значительно вплинуло на статистику смертности, на количество раковых заболеваний в Украине. Я думаю, что очень много людей, в принципе, в довольно молодом веке. Те, кто имеет отношение к этой аварии, ликвидации, много померли в молодом веке. С другой стороны, украинцы много помирают в довольно молодом веке. Я думаю, что кто-то мог бы это дело прояснить. Что так долго, не то, что Мусолин, конечно, оставился на этой теме, невидимый код радиации, это же так или иначе перекликается с какими-то формами, в которых усваивается то, что называем господствующая идеология. И вот даже атмосфера праздников, 9 мая в первую очередь, потому что 1 мая – это такой день международной солидарности трудящихся. У нас, собственно, неприсознанное движение, ничего нет, трудящих где-то там за границей трудятся, украинские, и как-то в стране уже даже непонятно, где можно трудиться, где людей нет, там какие-то то в Николаеве, то там показывают, как захватывают эти заводы. А вот 9 мая – это то, что незаметно как-то проникло и поколение советских людей, и я в том числе, советских патриотов, когда мы были там все в границах этого большого такого государства, ну, были готовы как минимум идти на этот праздник, и со школьной скамьи буквально воспевалось какая-то, воспевалось и утверждалось сознание, такая галерея героев, вот их подвигов, и, ну, вот армия тоже советская была у меня, какая-то такая готовность, если не в Афганистан, я там в 83-м, 4-м, то куда-то идти и погибать за Родину она была. Сейчас, поскольку 9 мая будет все равно, я уверен, в городе Киев опять же президент пойдет к вечному огню, да, возможно там снова будут какие-то беспорядки какие-то, я думаю, что Аваков там выпустит людей, это все будет под контролем, а может быть кого-то, ну, думаю, что без трагедии точно будет, потому что все обычно в этот день как-то средащат какие-то силы, но когда сейчас людей пойдет опять с георгиевскими или какие-то сейчас они гвардейские вот эти ленточки, по сути говоря, это явление, оно, говорят, что придумано политехнологами, кстати, вот такой, какая-то бессмертная, там тысяча, бессмертный полк, да, по всей России это проходит, и как-то… Еще, еще, еще персидский вот в тём и это… Это от танцев этих… Да, там было это бессмертное протиспартансе… Да, от триспартанцев на второго ряда, первым-то это не так явно, и люди выйдут портретами, может, своих родственников там, и это тоже вот в Киеве выглядит как религиозное, все же ты прав в какое-то действие, и в то же время люди, они этим, ну, как в таком высоком смысле, в том смысле, как и рапсоды, заражены этим безумием, вот эта поэзия, эта поэтика подвига советского, да, как-то она трансформировалась через эти все штуки политехнологические, и здесь этим живет, ну, как это часть и молодежи тоже. Есть ли какие-то, ну, серьезные инструменты сегодня, чтобы, ну, попытаться, как-то дать им точку опоры, я переверну этот вот мир, этих грез, вот, что… или даже так скажем, что сегодня должно лечь в основание, вот, ну, новой, может, мифологии или новой там героизации, новой какой-то эпохи создания героев Украины? Ну, у нас зараз иди реальна війна, и нам не потрібно вигадувати героев, и навіть не потрібно згадувати. Думайте, что такие герои радянской добы? Ну, справді це була велика зачисельністью армія, и певне в цей армії хтось здійснював какие-то подвиги, або хоробро воював, хоробро помирал. Тем не менее, радянские политехнологи сталинской добы, там, и после сталинской добы, они никогда не обтяживали себя реальными подиями и реальными персонажами. И реальный персонаж и реальная подия завжди чревата всякими неприемными речами и небезпеками. Ну, с одной стороны, он герой, что он там завтра витворит, або что виявится в биографии, если он уже загинул, это завжди мутно и стрёмно. Можут быть неприемными свидетелями каждой героической подии. Так же, лучше они решили вигадывать фейки, чисто творить мифологию. Она начала твориться уже, еще во время Финской войны, и творилась всю Другую святую войну и так далее. Тобто, большинство этих так называемых героев – это вигаданные персонажи, вечною миру. Это вигаданные подвиги. Они игнорули реальные действия храбрых людей и просто впроводили мифологических персонажей. Потому что мифологическую подию можно реконструировать так, как хочется, так, как необходимо в данный момент. А любая реальная подия проблемная. И вот все эти мифы, эта мифология, власне кажучи, и существует. То есть мы вспоминаем мифологических персонажей и действуем языческий культ. За формой – это абсолютно языческий культ Победобесия. Свого часу он и впроваджировался для того, чтобы… Потому что культ, системообразующий культ, потребен каждому суспильству. И для радянского суспильства это стал культ Победобесия, и он святкуется как языческий культ, культ предков. Эти вечные огни, эти языческие обелиски – это прямо взятые формы святкувания из языческой добы, из Египта, из Рима, из давнего. Из асиро-халдейских каких-то часов. А асиро-халдейская могутность – это термин из радянского мистецвознавства. Они хвалили памятник Ленину, например, или строительство Асиро-Вавилонской могутности. Это очень часто мем, особенно в 30-40-х годах, в радянском мистецвознавстве. Им это понравилось, они именно так это видели. И эти асиро-вавилонские культы, это оно и есть. Все эти люди совершают поклонение к этому языческому культу, культу цієї перемоги, когда мы над Бухенвальдом. А это своего часу мало заступать християнский культ и даже християнскую память. Мне доводилось видеть памятники или знаки, полеглими в Первых и Других войнах, в християнских странах, там, где все еще зберегается християнская традиция. Там нема никаких вечных огней. В своего часу вечный огонь был проведен в Франции социалистическим масонским урядом, чтобы снова заступить християнскую символику. В християнских странах шануют загибших, шануют своих мертвых. Как правило, это в церквах стоят эти памятники. До речи, в Немеччине, мне кажется, останний подых европейского мистеца, который действительно интересен, это скульптура экспрессионистов, полегла в Первой святой войне. В ряде мест доводилось видеть памятники конца 20-х, которые присвящены жертвам Первой святой войны. Это экспрессионисты. Они были творческие в рисунке и живописе, но в скульптуре им где-то вдавалось. Это интересная вещь, особенно деревянная скульптура. В Магдебурге одна из таких интересных деревянных скульптур, в соборе Магдебурга. Это церква, это христианский культ. Люди приходят, ставят святки, згадывают своих родных или просто своих співгромадян, которые погибли, згадывают их по-христиански. Тут это вытеснуло таким невмисным языческим культом. По-засумнивам, этому нужно что-то предоставлять. Мы должны что-то предоставить и как христиане, и как украинцы. Ну, я не знаю, у них бессмертный полк. Я думаю, что мы проведем бессмертную дивизию СС Галичина. У нас же тоже были какие-то герои. Дивизия СС Галичина. Там же уволили какую-то учительницу, которая поздравила с деброждением Гитлера. Ясно, что Гитлер – это неприемный персонаж. Украинцы воювали с обоих боков фронта. Ну, как и все, как и всегда. Как и россияни воювали с обоих боков фронта. Да и немцы воювали с обоих боков фронта. И поляки воювали с обоих боков фронта. Если вспомнить полеглих, то почему мы должны вспомнить полеглих только в радянской армии? Почему в армии одного из окупантов? Давайте обоих окупантов. Вони, в принципе, равнозначны. Ясно, что это была человек-ненависная страна Третий Рейх. Но Радянский Союз – это рабовластная страна. Те, кто противостоял Третьему Рейху. Протистояла Британія. Найбільша світова імперія, между прочим. Что они делали в колониях, британцы? Пригнічували местных трудящих. Тобто это гнезд Британской империи распространялся на половину света. Гнезд Нацистской империи распространялся только на половину Европы. Соединенные Штаты противостояли. Это страна расовой сегрегации на тот момент. Где был правильный расизм? В Третьем Рейху он был идейный. Но правильный, практичный расизм был в США. То есть, в Третьем Рейху эти людоистские страны противостояли точно так же. То есть, в этой войне не было. Это был потвор с монстрами война на самом деле. Кто там в самом деле лицарь света были в этой войне? Ну, это, возможно, только украинская повстанчая армия. Потому что все другие, это публика так себе. Включая наших братьев-поляков. Их, правда, не брали в СС. Но что такое Польша? Польша брала участь в окупации Чехии. В определенный час она была союзником Немеччины. Уже при владе Гитлера. И то, что она много постраждала в этой войне, так все постраждали в этой войне. И немцы постраждали в этой войне. Ну, отдельно о евреях. Колокост. Все-таки памятник замечательный. Такой более модерн. Да, 100% евреи постраждали в этой войне. Но тоже давайте не будем забывать. Не нужно наделять людей эксклюзивностью. Ясно, что, например, убивали украинцев не за то, что они украинцы, а за то, что они там, например, были в Умнівском подпилле. Или что они чинили какой-то против. Евреев, правда, часто убивали за то, что они евреи. За национальной ознакомой. Тобто, в певную мировую это их выделяет. Но, другого боку, евреи тоже брали участь в Холокосте. Тобто, все вертухаи в Лукьянівской тюрьме Киева под час окупации носили жовтые зерки. В Єта была еврейская полиция. Наглядачами блок Капо и Капо в концтаборах были евреи. Евреи служили в вермахте. Евреи мали військовые нагороди. Добывали успехи и совершили подвиги в Имбьяфа-Трилянду. Відповедальность распределяется на всех. За злочини Другое святое войны. Там, в справеді, было много злочиней. Но эта ответственность распределяется на всех. В том числе и на евреев. Тобто, евреи теж винны в Холокосте еврейского народа. Не меньше, чем в каких-нибудь других народах. Те евреи, которые были коллаборантами. Мы просто вспомнили это же слово. Какие были коллаборантами, а даже не были коллаборантами. Вот и где там война. 1943-1944 годы. Чим занимаются еврейские подпилля в Палестине? На подмандатной территории. Вбивают офицеров антигитлерской коалиции. Британских, например. Когда украинские националисты вбивают офицеров антигитлерской коалиции, то это плохо. Это споединение с Гитлером. А когда евреи вбивают офицеров антигитлерской коалиции, то это борьба за свободу. Я не говорю, что евреи сделали правильно. И, в принципе, борьба против британского гнобления – это правильная вещь. Они хотели бы национальный притул. И это было все обрунтовано. Но почему подвейные подходы? То есть, если мы исправдовуем еврейские подпилля в часы Второй войны, а еврейские подпилля в часы Второй войны, офицеров антигитлерской коалиции, вбили значительно больше, чем офицеров Гитлера, то почему мы тогда погодживаемся с очорнением Украинской повстанческой армии или ОУН? Это неправильно. Если они хороши, то и мы хороши. То есть, евреи – это для нас дороговказ. Если евреи хороши, значит и мы хороши. Главное, как будто я понимаю, что пафос такого обобщения, что в этой войне, ну в любой войне, наверное, а во Второй мировой, которая пока что в истории человечества была самой масштабной какой-то гигантской войной. Не. А что было масштабнее? По количеству жертв? Я думаю, что, если брать его в беседковому отношению, по количеству жертв, например, 30-летняя война переплевывает другу световую. И столетнюю тоже переплевывает. Да, 30-летняя война там же воевала побольше, конечно. Там и побольше жертв было, если брать Немеччину, то в Другой свете загинуло, вважается, там, 4,5-5 миллионов людей. Это вместе с теми, кто уже загинул, полоненных немцев, которые загинули и в радянских таборах, и в англо-американских таборах на территории Франции уже в зимку 1945-1946 года. Близко миллиона людей загинуло. 5 миллионов людей, то вважается большинство исследователей, что в 30-летнюю войну загинуло половину населения Немеччины, 50%. И вона сильно пройшлася и по другим странам. Напомню, это все-таки у нас векто-векто. 17-летняя война. Это война 1618-1648 года. Она закончилась Вестфальским миром. И сразу начинается революции во всей Европе, которые принесли, так же, еще раз не меньше жертвы. В Англии уже ишла революция, но кривавый этап этой революции начинается как раз в 1648 году. Падение штатгальтерства в Голландии, революция в Польерме, революция в Неаполе, фронта в Франции. Ну, фронта не сильно много жертв. И Хмельниччина в Украине. А вот Хмельниччина – это руина. Наслідком Хмельниччини была руина. И тут мы умилися кровью по-справжнему. Тобто, теж Украина втратила что-найменше половину населення в Хмельниччине и в тих подиях, которые были после этого. Это важный такой этап. Конечно, нужно об этом не только говорить. Тобто, вот эта вот великая война 17-го столеття, которая торкнулася в большинстве европейских стран, по засумнивам принесла больше жертв в процентном отношении, чем друга святого. Ну, в таких вот относительных цифрах. Да, абсолютно все-таки друг святой. Да, да. Там погибло еще славян, если посчитать всю территорию. Но вывод такой, что это была война темных сил. Хотя тогда, может для тебя это условно, а может быть и нет, но все же какое-то деление при всей антигитерской коалиции, мир социализма и особенно послевоенный мир, когда там уже страны Варшавского договора, и блок ответственности советский, и мира такого, значит, империализма, социализма, он был так поочевиднее. Это было деление. Сейчас же по-настоящему, но вот, говоря о путинской России, трудно как-то найти какие-то особенные признаки, отличающие сегодня Россию, как страну ведущую, благодаря, может быть, и правительству в последнюю очередь, и олигархам российским, такую империалистическую политику, достаточно агрессивную, ну, прямо говоря, агрессивную, если страна-агрессор, которая оттяпала часть территории одной страны, воюет более-менее, сейчас вот ты поправишь успешно там в Сирии, хотя после последних таких демонстрационных атак, наверное, там какие-то начались переговоры, и тем более, когда сейчас это опрокидывается ситуация празднования, вот таких, как языческие, да, я возвращаюсь к вопросу, сегодня можем ли мы за эти 4-5 лет, ну, предложить, как предложить, так не очень точно, но выдвинуть каких-то, может быть, хотя бы форму, такой, знаешь, алгоритм героизации этих, ну, реальных людей, которые сегодня гибнут и совершают подвиги, но о них же почти никакой нет информации, но эти сюжеты вот на, опять же, там каналах людей там небедных, которые кратенько показывают там синхрон, обстрелы какого-то парня в кадре, ну, они такие почти уже, не скажу там рекламные, но как-то, очень такие обыденные, телевизионные, вот, они просто телевизионные, да, но есть же люди, которые вот они там, поднимали в атаку людей, там гибли, там чуть ли, ну, описано же все это в хрониках разных, там подрывались на каких-то гранатах, вот, почему с этими персоналями сегодня никто не работает, то есть, почему на это не тратятся деньги государственные даже в конце концов, то есть, это не нужна Украине героизация на этом этапе, или это вот то, что называли мифологизация, она как-то не своевременная, или наоборот, мы от этого вот-вот и откажемся, и выйдем на какой-то новый виток европеизации наших, где вообще там воин нету, там по слухам все тихо. Я думаю, что это загальна слабкость влады и суспильства. На жаль, суспильство еще не стало сильным, а влада уже стала слабкою. Собто, влада не сдатна на проведение единої скоординованої пропагандистской политики в условиях войны. Во-первых, влада не единая. Во-вторых, ее складывают люди, которые не имеют государственного инстинкта. Они не имеют носителями национального мифа. Как они не имеют носителями национального мифа, они вообще национального мифа творчества и не понимают сенсу. На жаль, так складывается. Мы, справедливо, маем реальных героев, справедливо видатных людей сьогодні на фронте. И живых, и тех, кто уже загинул. И, если это не занимается государство, а государство не занимается ближайшим временем, то суспильство має брать это на себя. То есть, мы должны ее сгадывать. И каждый может внести вклад в это. У каждого есть социальные мережи. И каждый человек мает себя спросить, а кого я могу признать в обличие из героев этой войны. И если я никого не могу признать в обличие, изгадать имя героя этой войны, то это проблема моя. Я маю этим поцекавиться и рассказать хотя бы наиближшему колу, наиближшему оточению. Если у меня есть возможность вплинуть, то ясно, что билборд має висеть. Мне довелося бывать в Певденном Ливане, как раз перед последней войной. И вот я взгляну увагу, как там почитают своих погибших. Ясно, что это Хизбалла, это шииты. Ясно, что мы все, как люди добро и воли, честные люди, стояем, твердо стояем на позициях суннитского исламу. И не принимаем шииты в принципе. Но ты едешь по дороге, и от стопы реклама французских сигарет, и обовязково фотографии шахидов, тех людей, которые погибли в этом противостоянии. Они почитаются. Они почитают героев, и поэтому они всегда мают возможность вербовать новые поколения героев. Потому что это почесно. Семья шахида – это уважаемая семья. И это должно быть. Мы ездим по Киеву, мы не видим фотографии наших героев на стопах, на билбордах, на рекламе, в кабаках не висят их портреты, в офисах. Это не культовуется. Для этого не нужна государство. Это мы можем все культовать. Каждый может у себя в подъезде или в лифте, аккуратно в рамочке, портрет тієї людини, которую он захопит, которая сейчас воюет на войне, из добровольцев, из бойцов Збройных сил, из офицеров, из рядовых, кого угодно, або тех, кто загинул. А если ты сам не захопливаешься этими людьми, ну так, а что ты ждешь, что кто-то захопит. А на самом деле мы должны, каждый должен культовать. Это общество, семья, школа, все должны культовать. Это дело у себя. И это целиком в наших силах. Я не знаю сейчас, как в школах происходят в Киеве, эти уроки мужества или что-то наподобие, но в первые годы, особенно после этих ужасов, котлов и так далее, когда был главный пик жертв, все-таки приезжали то люди, что-то даже мы выезжали, снимали, и как-то это было понятно. Сейчас такое впечатление, но уже повторяюсь, что просто для власти, для, повторюсь, господствующей идеологии, важно как бы усыпить общественное сознание массовое, и дождаться то ли выборов, то ли какого-то более плавного вхождения в Европу. Сегодня прочитал Юру Сенченко, Сенченко, Савадов, заметные люди, 90-е годы, паркомона первые, кто, может быть, заявили о новом искусстве Украины. Юра, так сказать, скептически о Европе, отметил, что с каким-то очень интеллигентным немцем, беседуя где-то в кафе берлинском, вдруг от него услышал фразу, что был бы я молод, пошел бы в ИГИЛ. Тем самым вопрос уже к тебе, насколько сегодня Европа остается привлекательной для Украины как нации, которая себя осознает, может быть, и нация, которая все равно не воюет, и, может, на этом пути мы должны героев пока не вспоминать, такая тайна у нас своясь военная. Ну, по-перше, я не думаю, что у нас есть понемная идеология. В Украине нема понемной идеологии. На жаль чи на счастье, так, тим не менее, явно, что, если носием какой-то идеологии Порошенко, то мы точно знаем, что другую идеологию споведует Аваков или Гройсман. Те люди, которые визначают знаковый и украинской политики, все належат до разных идеологий. По-разному смотрятся на ситуацию, по-разному воспринимают этот мир. И, если у них есть какие-то идеологии, то это явно не одна идеология. И она не проводится в одной. Идеология сегодня проводится через телевизор. Вся. Идеология. Власники этих телеканалов, очевидно, мают каждый свою идеологию. Явно, что идеология Коломойского отличается от идеологии Фертоша и от идеологии Пенчука. Такой сообщества нет. Идеологии нет. И Европа, которая имеет такую идеологию, это неоманихейство, гомосоциализм, то, по-разному, Евросоюз, евросоюзская бюрократия, это то, что вызывает отторгнение у граждан Евросоюза. Мы видели нещодавно в Британии. Бюрократия, вообще, это такая малоприемная речь. А евросоюзская бюрократия еще со своим лицемирством, со своей коррупцией, со своей неэффективностью, от нее всегда ожидает большего, и именно поэтому она, скажем, больше дратует всех. Евросоюз, который накладывает ограничения, в том числе идеологические ограничения на граждан Евросоюза и на эти страны, которые пытаются быть в Евросоюзе, ограничения свободы. Мы прямо скажем, что с Европой значительною мировой невильна сегодня территория. Если вас могут посадить за складный ножик, например, то что это вообще за свободу? Если вас могут посадить за неполиткоректное висловление или за сексизм, который довольно трактуется, это невильные территории. Но Европа как культурное явление, Европа как музей, по-за суммюгам, мы не можем жить без этого. Как можно прожить без итальянского живопису? Это, в принципе, неможливо. Поэтому перевезти ближайшим часом галерею Уфицы в Киев не вдасться. Не вдасться перевезти, скажем, кюнский историшо-музеум в Бровары. И поэтому Европа нам категорично потребна, и к чему мы хотим быть справедливыми людьми. Зато украинский архитектор, здесь был в студии Олег Дроздов, оказывается, не только построил театр на Андреевском спуске, но и принимал участие в конкурсе на расширение в Вене этого музейного комплекса, предложил свое решение, которое, правда, кажется, не победило, то есть вряд ли там это будет строить, но как проект очень смотрелось симпатично. То есть все-таки вклад Украины на статье проектирования Европы существует уже по линии архитектуры. Ну да, Відні грандіозные музеи. Я вам мушу сказать, что что мое быть нашим шляхом в Европу, вот если с культурологической точки точки зрения, что меня глубоко турбует. В Европе притаманный визуальный эстетизм. С самого начала Европы, то есть европейская культура тим отличается из всех других, что это культура в первую очередь визуального эстетизма. Там, скажем, много других культур, достойных, они творцы потворного в визуальных мистецтвах, скажем, семитов. Они генеальны в литературе, что арабы, что евреи. Это творцы мифов, творцы религий. И этим не может не захопливаться. Вот там дикие бедуины, уже на момент народжения пророка Мухаммада, уже развинута поэтичная традиция, поэтичные школы. Пророку Мухаммаду в Корані спецеально добудется заборонять поэзию и танцы. И ну там, скажем, еврейским эпосом, песням, песням, эклезиастам, потому что это надбание людства. Но эти народы творцы потворного. Они буквально, никто из них, ни арабы, ни евреи, ни феникейцы, не создали ничего красивого за всю историю своего существования. когда феникейцам, это абсолютно гениально обдарованный народ, нужно было что-то более-менее красивое, они замовляли грекам. По-другому не выходило. Тюрки это самое. Тюрки очень много, скажем, досягнений, очень много чем есть, захопливаться. Но в визуальных мистецтвах они в творче потворного. Европейцы нет. Европейцы с самого начала, с киклацьких статуэток, с Минойской культуры, с грецкой архаики, и там аж по середину 19-го столетия, это творцы прекрасного визуального мистецтва. У нас с этим проблема в Украине. У нас есть два имени, которые по-справжнему конгенеальны европейцам в визуальных мистецтвах. Это пинзель в скульптуре, это по-справжнему такое явище, видатное. И когда была выставка пинзеля в Лувре, то эта выставка там не загубилась. Видите, что в Лувре, это зебрание скарбов. И тут привозят пинзеля, и пинзель там совсем не губится. И Довженко. Все другое, это, на жаль, такое другорядное и не сильно цікавое в европейском контексте. То есть мы можем умиляться каким-нибудь мурашком, или какой-нибудь волинской иконой, но это потому, что родность своя, и мы можем над этим проливать слезы, пока никто не видит. И вот я, где душа народу, скажем, развивается вольно и непригнично, где она реализовывается? На цвинтаре, по-за сумніву. Большинство, которое мы имеем от давних времен, это мистинство цвинтаря. Что мы имеем от Египта? Цвинтар. Что мы имеем от грецкого вазопису? Большинство этих ваз – это надгробки. Их ставили на могилы, або клали в могилы. Это цвинтарное мистинство. Что такое 50% европейского мистинства? Что такое церква? Что такое Великий готичный собор? Это коллективный цвинтар. Мы ходим по могильных плитах, мы видим капелли, которые присвящены мертвым одними из семей спонсоров этого собора. Мы видим скульптуру, которая специально сделана как мемориальная скульптура. 50% европейского мистинства – это цвинтар. Цвинтар – это очень важно для истории и культуры. И вот мы идем на Байкове, на Беркевце или еще, и там, где современный украинец реализовывается… его ничего не гнетит. И что мы там видим? Это цыганщина. Это страшно. Стоп, стоп. На Байкове все-таки вот этот незавершенный проект Мельниченко-Рыбачук со стеной памяти. Да, там еще что-то типа была идея, и как раз она была… Те памятники надгробки поляков или дореволюционные, или даже какие-то спробы радянские какие-то… Лобановского красивая могила. Ну и много там памятников. Хотя, конечно, скромнее, чем то, чем ты рассказываешь. Это цыганщина. Ну и куда теперь мы можем двигаться? Мы должны ловить о чем. Что украинцы… Мы – музичная нация. По-справжньому. Вот в чем сейчас украинская культура реализуется? Это выполнение классической музыки. У нас есть много хористов такого европейского уровня. Мы имеем ряд композиторов, которые только открываем для себя украинских. И выясняется, что это композиторы высшего уровня. Мы имеем чудовый Мелос украинский. Там 200 тысяч украинских народных песен записано. И это чудовая мелодийность у них. Мы сейчас только начинаем открывать себе творчость, скажем, армии УНР. Поэзия и музыка армии УНР – это чудово. Она не поступает, скажем, галичанам, сечевым стрельцам. И вот здесь война. И вот несколько лет, два-три лет, пока существует армия УНР, они встегают между боями закласти величезную спадщину. Музичную, мелодийную, поетичную. И все-таки и другие. Но что мы можем сгадать? Нарбута можем сгадать, хиба что. Георгия. А так вот, на жаль, нет. Мы имеем повернение до Европы. Это повернение визуальности ночного мира. С этим проблемы. Хорошо. Ну а визуальность вот та, что нам почти она уже уничтожена, но все-таки перешла в наследие советской такой Украины. Начиная от монументалки роскошные, кое-какие статуи, скульптуры стояли в городах. И сейчас еще стоят, я не Ленина имею в виду, да? Вот сегодня там вспоминаются из Чернобыля опять ставленные там мозаики в городе, которые нельзя перевести, потому что радиация и так далее. То есть вот с этим наследием культурным как быть? Насколько? Нет, я ясно, что требует зберегать, бачу, что у нас так мало всего залишилось, что то, что есть, нужно зберегать. Вот я, например, был глубоко обурен этими планами внесения Шорса. В Киеве аж два кинных памятника, нормальных, на которые можно смотреть без позовов до рвота. Это Богдан Хмельницкий и Шорс. Ясно, что Шорс это, по-моему, вторинное мистецство. Но это нормальный, пристойный кинный памятник. И у него уже подпилена нога, его собираются где-то переносить. Ну, это просто какая-то дурница. И то, что осталось в том числе и от Радянского, которое, по-засумнивам, нужно сберегать. Там, правда, много потворностей есть. Скажем, много фейсковых персоналов, например, Кавалеридзе, глубоко ненавидит своего глядача. И то, что мы имеем у Кавалеридзе, это по-справжнему жахливо. Ну, в принципе, нам, может, в тишах уже стинавить что-то в Тему и собор же отреставрировали рядом на Славоверхе Михайловске. Поэтому как-то оно все на этой площади, хотя должно стоять у стеночки. И вообще-то диплом был, но смотрится. Дмитрий, мне очень интересно, и я надеюсь, что я сам побываю на лекциях у Корчинского, потому что все уже знают, где, что за место. Там, наверное, может, надо сделать платное уже после того, к мобиле, но все же заканчивая с вот этим предчувствием, может быть, новых праздников майских, и очень любопытно, как бы ты, если коротко можно, не анализируя, но характеризуя вот эти различные идеологии у нашей власти. То есть есть идеология, так понимаю, отдельные у президента Тручинова, Авакова, и даже, может, у Гройсмана. И есть какие-то идеологии, упомянул, трех олигархов, можно добавить еще парочку, хотя бы на этих трех. Как-то, если можно так бегло, для тебя в чем различие этих идеологий, и какая польза от каждой из них для Украины? Тут, я думаю, мы должны сильно копать. Сейчас же часы эклектики. Скажем, в России православные сталиналисты. В том, что они можно поедать, там они чудово, гармонично поедались, и вот они там, нарешті, досягнули какой-то внутренней идентичности там, в этих болотах. У нас же тоже это какая-то эклектика. С одной стороны, все немного бандеревцы, с другой стороны, все немного гомосоциалисты, и я так думаю, что мы доживем, что через год-два у нас уже паради будут проходить под червоно-черным прапором. И вот мира эклектики, если мы возьмем эти сумиши, у каждого просто разные пропорции. У каждого из тех, кто визначает, и у властников телеканалов разные пропорции этого эклектизма. То есть, мера трудна по-прежнему, как говорили древние, хотя, Арс Лонга и Виета Бравис. Что мы тогда можем противостоять уже говорим так, российской и путинской пропаганде, и вот той идеологии, которая оттуда просто идет к нам. И конечно, как тут не коснуться вопроса, это напоследок о церквях, вот этих вот замечательных патриархатах, московском, ну и киевском, наверное. Как вот ты видишь перспективу развития этого по сути конфликта, об этом мы пару раз уже говорили в студии, и все более и более нарастает. Ты первый об этом сказал, теперь я уже хочу позвать вот Сашу Сарапину, он там доктор религиоведения, расскажет мне подробности, тонкости, но то, что я слышу и то, чему приходится как-то там изумляться, это очень интересно. Итак, все-таки, что мы противостоять, и насколько вот здесь заработает должна наша, не знаю, поместная церковь, вообще, насколько перспективы этого всего, ты просматриваешь. Ну и треба понимать, что церковь это эксклюзивная институция. Уникальна, она неподимна. Церковь отличается от политической партии, сутки. Про это можно много говорить, но, возможно, каким-то другим разом. Но церковь держится не на институтах, она держится на святых. То есть, она держится на эксклюзивности. Когда молитва механизируется, это уже не молитва. Видите, когда церковь перетворяется на конвейер по производству причастя, сенс в ней пропадает, она уже служит дьяволу в этот момент. То есть, когда в церкви нема святости, а что такое свять? Но сием святости есть человек. Когда нема святых, церковь держится на святых, а не на церковной бюрократии, не на традиции, не на грошах, не на архитектуре. Она держится на святых. Значит, основная проблема украинского православия мало святых. Как и вообще христианство сегодня в мире. Вся проблема, почему нам поместить церковь, почему нам каноничную церковь. Потому что она не увеличивает количество святых. Она, правда, не увеличивает количество веры, не увеличивает количество креста, скажем. Она просто даст возможность эффективнее бороться с лицемирством Московской патриархии. Нам нужна тут каноничная церковь, завязанная на Вселенский патриархат, для того, чтобы вишибить патриархат Московский. Его можно было бы вишибить просто с усилиями СБУ. Но, на жаль, сейчас в Украине это не возможно. Потому что мы в Украине один из наших досягнений, это наиболее деликатная и добрая спецслужба в свете, служба безопасности Украины. Для того, чтобы вишибить Московский патриархат, нам нужна каноничная привязка до Вселенского патриархата. Многие говорят, что эти формальности другорядные. Они, на жаль, не другорядные. Любая совместность держится на регламенте и церемонии. Регламент и церемонии очень важны. Они важны для функционирования Збройных сил. Збройные силы держатся не на военной технике, не на влучшенности стрелания. Они держатся на регламенте и церемонии. Пехотинцы делают стрельбы, а не стрельбы. Стрельбы очень важны. Но если в армии нет регламента и церемонии, то нет армии. И так с любым сообществом и с любым сообществом, в том числе и религией. Правила, насправдя, важны. Мы, христиане, объединяемся вокруг литургии. Литургийная практика важна. Что такое ритургийная практика? Это правила и церемонии. Что такое церковь? Она так же держится на правилах. Если она держится на правилах, то что такое каноны и что такое каноничность? Это правила. Належность до правил. Споведование правил. Если их не споведовать, то просто это не церковь. И поэтому, на жаль, как бы это не было прикро, привязка до какого-нибудь патриархата это очень важно. Вселенская. В то же время нужно понимать, что наибольшим ворогом христианина не мусульманин, не язычник, не сатанист и не дарвинист. Найбольшим ворогом христианина лицемир. Московская патриархия это зборище лицемиров. И они гиршими, чем язычники и сатанисты. И противостоять этому очень важно. И в национальном смысле мы должны этот диверсионно-пропагандистский центр в Украине ликвидировать. И с точки 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 религии, пока мы не протестаем, пока не ликвидируем этот рассадник лицемирства, это болото, ни про что говорить не в Украине. Воно должно быть просто ликвидировано. Вот навколо этих загальных принципов все и завязано. Вот на этом базируется вся религийная политика и тому она важлива. Если я услышал о СБУ, имея нежную службу, другим путем это достаточно долго. есть ли шансы, что все признают как это положено по регламенту? Московский патриархат существует потому что недостатне вогни веры в украинских верующих. люди, которые горят в огне веры, он станет как роса на солнце, как спевается в нашем национальном гимне. Ясно, что мы можем закидать СБУ, подступности Москвы, но мы просто плохие христиане. Потому что при добрых христианах такого рода институции возникают, просто не выдерживают. Потому что христиане не терпели бы поруч с собой этого блюзнирства и наруги над именем Христа. Дмитрий, кроме политологов, которые здесь, в студии, я об этом рассказываю, еще раз смотрю, иногда телевизор, и там, как ни сюжет, то это обязательно кто-то из оппозиции, из политиков говорит, ну, Бойко, например, или какой-то Новинский, который тоже человек небедный, проводит крестных. Почему это так важно сохранить присутствие в Украине? Ну, они украинцы и это связано только с предвыборными какими-то движениями? Я думаю, это связано исключительно с тем, что они прямая агентура Москвы. Новинский это 100% агентура Москвы, Бойко, я так понимаю, завязанная и по бизнесу, и по истории своего життя. Ну, это просто пятая колонная агентура. Они не сильно это приховывают. В Украине это можно не приховывать. В Украине это можно хизуватися. Вот и Новинский, и Бойко хизуются тем, что они работают на Москву в Украине. Есть один, конечно, такой вот ход, и я сам часто об этом вспоминаю, но все же при обмене пленных роль так называемого московского патриархата и так далее, насколько ее переоценили или она была действительно там решальной? Я по засумнюю, ни одной роли в этом нет. Москва использует полоненных как заручников и меняет наших полоненных на самом деле не на своих, на своих им наплевать, а на какие-то там политические дивиденды, как привид для общения с Европой, с Соединенными Штатами, в ООН, например. То есть они используют это полоненные используются для геополитической игры, исключительно. Московский патриарх, будучи одним из государственных чиновников в Москве, по засумню, на это никак не влияет, никаким образом. Ты же помнишь, когда он предстал вместе с лидерами сепаратистов, и вот ленивый, только не говорю, что это заслуга прямо его. У Путина есть пресс-секретар Песков, который много что говорит, но ни на что никогда не влияет. И вот у него есть поп-секретар, патриарх Кирилл, который тоже много говорит, ни на что не влияет. Он не более впливовая фигура, чем Песков. Ну да, они говорят, им делегуются какие-то тезы, и они эти тезы висловливают. Но, на самом деле, по-сумнему, они ничего не решают. и последнее, на остальное, что называется. Насколько для тебя является единственным выходом из ситуации противостояния, может быть, России и Украины, России и Америки через Украину и Европу, ведение миротворцев, и по срокам, как это все может вообще происходить? У нас миротворцы могут быть введены только на условиях выгодных Российской Федерации. Отже, невигидных нам. Российская Федерация член Ради Безпеки ООН, и без ее решения, и без ее згоди жодна миротворчая миссия не будет реализовываться. Все, что вигидно России, невигидно нам. Отже, нам невигидны будь-якие миротворцы на российских умовах. Это первое. Другое. Каким чином будет звольнений Донбас? Мы маем дочекаться кризи в Российской Федерации. Чему доси не звольнений Донбас? Потому что в разе наступа мы нарисуемся на большом масштабную войну с Российской Федерацией. Я думаю, что такую войну можно вести. В принципе, было бы, но это значительно больше жертвы. Сейчас у нас млявый конфликт, тогда конфликт будет в горячей фазе. Важно сказать, чи нужно вичековать, чи лучше было бы наступать. Но сейчас принята стратегия наступ в Москве наступ станет возможным. Если на тот момент там будут миротворцы, нам доведется вбивать миротворцев. Краще, чтобы их там пока не было. Дочекаться кризи в Москве, я думаю, реально и возможно в ближайшие годы. там кризис периодически происходят. с вами уже говорили, что только в ХХ столетии не менее 5 кризис, которые ставили на крайне существования царскую и радянскую Россию. Напомним нашим зрителям. того, что в 1905, в 1915, в 1904, в 1904, в 1904, в 1904, в 1904, не зважающе на більш дрібні кризи, то я думаю, что в 21 столетии тоже, вероятно, будут какие-то кризи, и довольно скоро, и довольно скоро. Такой кризой можно будет использовать Донбасс, Крым, Кубан, и все, что мы захотим. На что у нас станет силы освободить? Главное, чтобы мы были в кондициях освободить на тот момент. Что-то подобное тому, что произошло в Армении, в Ереване сейчас со сменой власти будет в России? Ну, тяжело сказать. А как вообще относится к этой ситуации, когда в Ереване, ну, фактически бескровно произошла революция, смена власти, человек, который там держался до последнего, их премьер, да? И так хитро как бы хотел возобновить все это, продлить, сам ушел. Это кто-то поддавил? Ну, там же нужно смотреть историю вопроса. То есть мы помним еще, какой это был 89-й год, да, по-моему, эти вот подии в Ереване совсем не бескровные. Да, там уже расстрел парламента просто был. Да, расстрел парламента, война, да, потом расстрел парламента, потом мы помним о подии с жертвами на початку правления того хлопца, который у них был премьером, против которого они бунтовали. То есть это процесс, который весь час идет. Вот то, что мы видели, это в определенной мере закончение или середина процесса. И жертвы в этих внутренних противостояниях были очень много, больше, чем мы. То есть то, что именно этот эпизод, благодаря Богу, вышел бескровным, ну, это значительно потому, что предыдущие были кривые. В Ермении проблема? В Ермении проблема яка? Что и влада, и опозиция, и революция тотально залежат от Российской Федерации. Там российские базы, они тотально залежат по энергетике от России, по противоповетренной обороне, они залежат от России, геополітично они залежат от России. А что такое влияние Россия? То есть Россия будет влиять на любой верменский уряд, дореволюционный, постреволюционный. А что такое влияние Россия? Это всегда коррупция. Россия влияет через коррупцию. Она влияет на Европу, на европейские партии, на европейские средства информации и европейских политиков через коррупцию. В Украине ее влияют все через коррупцию. В Ермении так же. То есть это один коррупционный уряд, который будет сейчас заменен другим коррупционным урядом, так же, на жаль, залежным от Российской Федерации, а также таким самым коррупционным. Дмитрий, ну что, я могу пожелать только всем побожать в эти праздники, конечно, наслаждаться искусством. В том числе не забыть о том, что можно в Киеве посмотреть посттравматическую абсурдию. Это в Киеве будет, да? Да, в Киеве. С третьего числа будет. А после праздников мы обязательно продолжим разговор и попробуем, так сказать, вернуться к темам, уже взяв их в развитие. Спасибо, Дмитрий. Да, дякую. Всем поздравления от Корчинского с вот этим праздником, который еще предстоит выработать только нам. Да. Продолжаем расслабиться на Украине.